Здравствуйте, мои любимые мальчики и девочки, папы и мамы, бабушки и дедушки! Сегодня мы будем слушать сказку «Нерождённая девушка». Итак, жил-был царский сын, и построил он источник, из которого текли мёд и масло. Сделал он это для того, чтобы к источнику приходили девушки мёд и масло наливать, а он выбрал бы одну и женился бы на ней. Только первой пришла к источнику старуха, принялась наливать мёд и масло, наполнила все ведра, что были у неё дома, потом глиняные кувшины и, наконец, стала наполнять все скорлупки куриных яиц, из которых вылупились цыплята. Наполнила первую скорлупку и, чтобы она не опрокинулась, поставила её между двумя камешками. Стала вторую наполнять, а царский сын стоял в сторонке и смотрел. Смешно ему стало. И в шутку бросил он камешек, попал в наполненную скорлупку, она и разбилась. Разозлилась старуха, разгневалась и прокляла его. Не женишься ты, пока не найдёшь нерождённую девушку. Испугался царский сын. Много девушек приходило к источнику наливать мёд и масло. Смотрел он на них, но ни одна ему не нравилась. И решил он, то ли сбылось старухина проклятие, то ли околдовала его злая ведьма. И оттого все девушки кажутся ему некрасивыми. И стал царский сын день ото дня всё задумчивее, всё печальнее. Увидела царица, что сын грустит и чахнет, и спросила. «Скажи мне, сынок, только честно, отчего ты кручинишься, что тебя печалит?» Сын рассказал матери, как его прокляла старуха, и предсказала ему, что он не женится, пока не встретит нерождённую девушку. Призадумалась мать и говорит. «Кто ж знает, сынок, есть ли на свете нерождённая девушка? Если живёт она где-то, это ведает только солнце. Оно ходит высоко и видит далеко. Иди, сынок, туда, где садится солнце, и спроси его». Собрался царский сын в дорогу и утром отправился туда, где солнце заходит. «Шёл он, шёл через поля и леса, горы и реки, и дошёл, наконец, в полдень до реки, возле которой росло несколько больших, раскидистых и кудрявых деревьев. Под ними отдыхало стадо овец, а пастух спал в тени, положив голову на руку. Когда царский сын подошёл к стаду, псы залаяли и бросились на него. Пастух вмиг проснулся, вскочил, схватил палку и отогнал собак. Они, как заслышали голос хозяина, легли там, где лежали. Подошёл царский сын к пастуху. Это был высокий, крепкий старик с седой бородой. «Добрый день, дедушка!» – сказал ему царский сын. «Дай тебе Бог здоровья, сынок!» – ответил ему старик. И спросил его, зачем сюда пожаловал. Сюда странники редко забредают. Царский сын рассказал безутайки про свою печаль и про то, что идёт искать солнце, чтобы спросить его про свою судьбу. Как перейдёшь вброд реку, взойдёшь вон на ту гору, за ней будет широкое ровное поле. Среди поля – сад. В том саду – дом солнца, там оно спит. Там человеческая нога не ступала. «Иди и делай, что тебе Господь велит!» – сказал ему старик. «Дай тебе Бог здоровья, дедушка, и лёгкой старости за то, что показал мне дорогу к дому солнца. «Оставайся с Богом!» «И тебе дай Бог здоровья!» – ответил седобородый старик и на прощание его благословил. «Пусть Господь поможет тебе найти, что ты ищешь!» «Удачи тебе, сынок!» Старик достал пёстрый ковал и заиграл мелодию, которой пастухи собирают стадо, когда солнце идёт на закат. Встали овцы, отряхнулись, колокольцы зазвенели, и пошло стадо за ковалом пастуха. До захода солнца оставалось два пастушьих посоха. Перешёл царский сын реку вброд, потом зашёл на гору и увидел ровное поле. Посреди него сад, а в саду высокие палаты. Всё, как ему старик говорил. Отдохнул он на горе, спустился вниз и пошёл прямо через поле к белым палатам. Скоро он дошёл до сада и подошёл к воротам дома, где жило солнце. Ворота были заперты. Постучал он три раза своим витым серебряным перстнем. Ворота открылись, и навстречу вышла седая, высокая, могучая старуха. Увидала его, удивилась. — Добрый день, матушка солнца, — сказал ей царский сын. — Доброго тебе здоровья, сынок, — ответила ему седая старуха. Здесь люди не ходят, но уж раз ты меня зовёшь, матушкой солнца, входи в дом и расскажи мне, пока солнце не вернулось, что тебя сюда привело. Старуха пошла вперёд, царский сын за ней. Она ввела его в дом, внутри дом горел огнём и блестел ровно золотой. — Ты, сынок, устал, солнце тебя опалило. Видно, что ты издалека идёшь. Сядь, да скоренько мне всё расскажи, а то меня работа ждёт, — сказала она. Царский сын ей коротко рассказал, как он источник сделал и как пришёл он к дому солнца, чтобы спросить. Ведь оно ходит высоко, видит далеко. Не знает ли оно, где живёт нерождённая девушка. Может, скажет, чтобы он мог жениться на ней. — Ладно, сынок, — сказала мать солнца, — но здесь человеческая нога не ступала. Солнце скоро придёт усталое, голодное, жаждой томимое, гневное, огненное и сожжёт тебя. Я целый день ему готовлю. И сжалила я ему девять коров еловых и испекла девять печей пшеничного хлеба. Пока солнце не наестся, не напьётся, даже я не смею ему слово сказать. Но, коли хочешь, я на тебя подую, станешь ты иголкой и воткну тебя у дверей. А как наестся солнце, я опять дуну, и ты станешь таков, каков ты сейчас. Тогда и скажешь солнцу, зачем пожаловал. Делать нечего, согласился царский сын. Мать солнца дунула на него, превратился он в иголку, и она воткнула её у дверей. Потом засучила рукава и принялась на стол накрывать. Поставила девять коров еловых, девять пшеничных хлебов и девять ведер вина. Тут вскоре и солнце появилось. Идёт огненное, сердитое, хмурое, пыльное после долгой дороги. Как пришло, первым делом пыль смыла и села за стол. Не успела кусок съесть? Спрашивает. Что-то матушка человечьим духом пахнет. Откуда здесь человечьий дух? Отвечает мать. Ты устала, дитятка? Тебе показалось. Стало солнце есть. Ела, ела, съела половину. Опять говорит. Матушка, чую я, пахнет человечьим духом. Ох, чудится тебе это, дитятка. Ты же знаешь, что сюда человек не доходит. Выпей лучше, поешь. Никого тут нет, уговаривала его мать. Солнце опять ело и пило. Когда оно наелось и напилось, мать убрала со стола, оно умылось. И в третий раз спросила. Чую я, человечьим духом пахнет. Отчего ты мне не говоришь, где этот человек? Тогда мать ему ответила. Тебя не обманешь. Да не хотела я тебе говорить, пока ты не поужинаешь. И рассказала все от начала до конца про царского сына и про то, что она превратила его в иголку. Солнце, как узнало все, велело матери привезти к нему человека. Дунула старуха на иголку и стал царский сын опять человеком. Царский сын видел солнце, когда оно ходило по небу, но такого, как сейчас, никогда не видал. Испугался он, упал на колени, поцеловал ему руку. Сюда человек не доходил. Как посмел ты ко мне прийти? Спросило его солнце. Что мне делать, ясное солнышко, коли прокляли меня или заколдовали так, что не могу я жениться, пока не найду нерожденную девушку. У кого же мне было узнать, где живет она? И послала меня моя матушка к тебе. Ты ходишь высоко, видишь далеко. Верно приметил, где живет такая девушка. И рассказал он, как сделал источник, из которого текли мед и масло. И все, что было потом до того часа, как пришел он к солнцу. Подумала солнце, засмеялась в усы и сказала. Ступай в сад. Растет там чудная яблоня. На ней три яблока золотых. Сорви одно, а придешь домой разрежь. Выйдет из него золотая девушка и скажет тебе. Дай мне, братец, хлеб и соль. Ты ей дай хлеб и соль. Женись на ней. Будет она тебе верной подругой. Поцеловал царский сын руку к солнцу и его матери. Вышел из высоких палат в сад. Как увидел он три золотых яблока, не мог отвести глаз. Одно было краше другого. Думал, думал царский сын. Наконец сорвал все три яблока. Сунул за пазуху и ушел. Идет и дорогой думает. Не послушался я солнца. Велело оно мне сорвать одно яблоко. А я все три сорвал. Вдруг, да ни в одном из яблок нет девушки. Что я буду тогда делать? Думал, думал и решил. Дай попробую разрежу одно яблоко. И посмотрю, выйдет из него золотая девушка или нет. Нет, вынул одно золотое яблоко из-за пазухи. Достал нож из-за пояса и разрезал яблоко. Не успел яблоко разрезать, как появилась перед ним золотая девушка. Красавица писаная и сияет, как солнышко. Первое слово ее было. Дай мне, братец, хлеб и соль. Нет у меня, ответил царский сын. И она растаяла у него на глазах, как дым. Горько стало царскому сыну. Заплакал он, но вспомнил, Что за пазухой у него еще два яблока. И утешился. Идет дальше. Вдруг думает, в этом яблоке была золотая девушка, А в других ее нет. Что мне тогда делать? Понапрасну я все три яблока сорвал. Шел он, и одно только это было у него на уме. Одолели царского сына эти думы. Он и сказал себе, Дай-ка разрежу и второе яблоко. Посмотрю, есть ли там золотая девушка. Разрезал второе яблоко. Опять тоже явилась перед ним золотая девушка. И показалась она ему краше первой. И она такие же слова сказала, Дай мне, братец, хлеб и соль. Нет у меня. И она растаяла у него на глазах, как дым. Остался царский сын опять один. Встал, как вкопанный, даже заплакать не мог. А когда очнулся, пошел по дороге, Пригорюнившись, И все у него из головы не выходит. А если в третьем яблоке не будет золотой девушки, Что я буду делать? Как вернусь домой? Что матушке скажу? И где буду искать нерожденную девушку? К солнцу мне уж стыдно пойти. Шел, корил себя, охал, Но до сделанного не воротишь. Потом утешился и поклялся себе, Пока соли и хлеба не найдет, Не разрезать третье яблоко, Что бы ни случилось. Наконец пришел он в свое царство, Дошел до стольного города, Вошел в сад у городских ворот, Раздобыл и соль, и хлеб, Достал третье яблоко И разрезал его дрожащими руками. Не успел разрезать, Как явилась перед ним золотая девушка, Краши первых двух. Она не попросила у него тот час хлеба и соли, И сердце у него от страха замерло. Как бы ее не потерять? Но тут она проговорила, Дай мне, братец, хлеб и соль, И он в тот же миг ей подал. Она взяла, откусила кусочек, Откусил и он, Ели они вдвоем хлеб с солью, И стали уже он ее, а она его. Царский сын сказал нерожденной золотой девушке, Посиди пока в саду, А я пойду в город, Возьму зурну и барабаны, Волынки и скрипки, Приглашу кумов и сватов, Золовок и деверей, И вернусь за тобой. И войдем мы в город С песнями и плясками. Страшно мне будет здесь одной сидеть, Сказала золотая девушка, А в царском саду росло большое дерево, Растидистое и широкое, Под которым был колодец со студеной водой. Заберись, коли тебе страшно, На это дерево и жди, Когда я вернусь, Сказал ей царский сын. Согласилась золотая девушка, Залезла на дерево, Уселась между двух больших веток И стала ждать. Ушел царский сын. Тут вскоре пришла цыганка Воду из колодца брать. Наклонилась цыганка над колодцем И увидела в воде Отражение золотой девушки, Что сияло, как солнце. Подняла она голову И увидела между веток Золотую девушку, Но не подала виду, Что заметила ее. Поставила хитрое ведро вверх дном, Зачерпнула воду И принялась наливать В перевернутое ведро. Лила, лила, никак не нальет. Стала она плакать и жаловаться, Что не может воды в ведро набрать. Не утерпела золотая девушка И с дерева ей сказала, Поставь ведро дном вниз, Тогда и наливай воду. Цыганка выпрямилась, Подняла глаза и притворилась, Что только сейчас увидела девушку И стала ее просить. «Сойди, милая, сойди, хорошая, Сойди, золотая моя, Как тебя зовут-то? Сойди на землю и покажи, А то я не знаю, как наливать». Золотая девушка ответила ей, «Поверни ведро вот так», И показала руками. Цыганка поворачивала ведро То боком, то дном вверх, А сама все плакала и повторяла, «Сойди на землю, миленькая, Покажи мне, глупой!» Золотая девушка только что вышла Из золотого яблока И не ведала еще про злобу и коварство, Какие есть на свете. Послушалась она цыганку и спустилась. Не успела она ступить на землю, Как цыганка бросилась на нее коршуном, Схватила за горло и не выпустила, Пока не задушила. А когда увидела, Что золотая девушка посинела и умерла, В ее руках сняла с нее золотые одежды, Скинула с себя свои лохмотья И бросила их вместе с золотой девушкой в колодец, А сама надела золотое платье, Спрятала ведро и залезла на дерево. Вскоре и царский сын вернулся, Разодетый, разукрашенный, Весь в золоте и серебре. Едет на белом коне, А за ним золотая повозка Для золотой девушки. Впереди него музыканты, А позади вся свадьба, Стар и млад. Подъехал он к дереву, Осадил коня, Глянул наверх и обомлел. Платье на невесте золотое, А сама она черна лицом и безобразна. Цыганка слезла с дерева, Он оглядел ее и спросил, Куда же девалась красота твоя? Отчего ты так почернела И стала такой некрасивой? Ты же знаешь, Что никогда прежде солнце Меня не видела, Ветер не овивал, А сейчас обожгло меня солнцем, Ветром обдуло. Оттого, видно, Я так почернела И стала некрасивой, Ответила быстро-быстро цыганка. Вздохнул царский сын, Но делать нечего, Другой нерожденной девушки Не сыскать. Опустил он голову и сказал, Чтобы садилась невеста В золотую повозку. И она уселась. Заиграли зурны, Загремели барабаны, Зазвучали волынки и скрипки, И весело-привесело Вели жениха с невестой На царский двор. Свадьбу играли целых две недели. Ели, пили, плясали и веселились. Ведь царский сын женился, И каждый вдоволь наелся И напился на том перу. И зажил царский сын Царем со своей царицей. Прошло некоторое время, Явились однажды К царю его слуги И доложили, Что кони не пьют воду Из колодца под деревом В царском саду. В колодце, сказали они, Откуда-то взялась Золотая рыбка. Когда кони наклоняются Пить воду, Она мечется, Бьет их в ноздри хвостом, Не дает пить. Приказал царь поймать Золотую рыбку И принести ему. Слуги поймали ее, Принесли. Рыба сияла, как солнце. Царь велел Очистить ее от чешуи, Распороть брюхо И запечь целиком. А царица приказала Приказала всю чешую Собрать и сжечь в печи. Испекли рыбу, Подали на стол. Пойдем, царица, Свежую рыбу есть, Позвал царь царицу. Я свежую рыбу не ем, Ответила царица И не съела ни кусочка Золотой рыбы. Когда царь наелся, Царица приказала Все кости и остатки От рыбы Собрать, Бросить в печь И сжечь. Осталась у царя в руке Одна рыбья косточка. Пошел он в свои покои, Сел у окна И стал косточкой В зубах ковырять. Поковырял, Задумался И выбросил ее в сад. Прошло время, Выросла под окном Молодая яблонька. Ночью, Когда царь с царицей засыпали, Яблонька сгибалась И просовывала Свои ветви в окошко, Ласкала царя, Хлестала царицу, А потом вытягивала ветки И выпрямлялась. Так случалось Каждую ночь. Долго просила царица Срубить яблоньку. Сруби, да сруби ее, Говорила она Каждый день мужу. Твердила ему, Плакала, И он, Хоть и не знал, В чем дело, Не мог не исполнить Ее желание И приказал Срубить яблоньку. Как срубили деревце, Царица приказала Вырыть корни И вместе со стеблями И сучьями Бросить в печь И сжечь. Слуги отнесли Срубленную яблоньку К сараю. А тут, Нежданно, Негаданно, К царице пришла Старуха, Нищенка, Просить Кудель для придения. За старухой Шел мальчик. Царица Повела Старуху В покое, А мальчик Остался На дворе. Срезал он Прямую ветку От яблони, Сел на нее, Как на лошадку, И ускакал. Старуха Взяла Кудель И тоже Ушла. Слуги Собрали все, Что осталось От яблони, Развели костер И сожгли. Теперь, Наконец, Царица Успокоилась. Не было того, Что через окно Хлистало ее По ночам. Мальчик Был той Старухе Внучок. Играл он, Играл веткой Днем, Вечером, Бросил ее Под сундук И забыл о ней. Бабка Ходила Подрабатывать, Иной раз Утром Уходила, А возвращалась Вечером. Вернется Домой, Видит, В доме Подметено, Убрано, Застелено И поесть Приготовлено. Один день, Второй, Потом Старуха Решила, Дай-ка я По караулю, Может, Увижу, Кто это так У меня Убирается. Схоронилась В сенях И стала Ждать. Вот из Подлавки Вылезла Девушка, И дом Весь Засиял. Засучила Она Рукава, Принялась Подметать, Да прибирать. Старуха Выскочила, И хват Девушку. Ты Вырываться? Хотела Подлавкой Спрятаться? Постой, Девушка, Не убегай, Будь Моей Внучкой. А та Все рвется И норовит Подлавку Залезть. Наконец Уговорила Ее старуха, Убедила Не прятаться И остаться У нее жить. Купила Старуха Для золотой Девушки Прялку И пяльцы. У кого Еще есть Такая, Как у нее Золотая Внучка? А дом Старухи Стоял У самой Дороги. И когда Девушка Шила У окна, Она Сияла Как Солнце. Как-то Раз Молодой Царь Проезжал Мимо Старухиного Дома И увидел В окне Золотую Девушку. Вскоре Приказал Он Позвать Всех Девушек В городе Прясть На царский Двор. Вечером Все Девушки Пришли, Сели В рядок. Последней Пришла Внучка Старой Нищенки. Как Вошла Она, Вся Горница Словно Солнцем Озарилась. Девушки Встали И попросили Ее Сесть Первой В ряду. Села Она, Сели И другие, Достали Кудель, Стали Прясть И песни Петь. Они Пели, А царь С царицей Пришли Их Песни Послушать. Каждая Девушка Пропела По Песне. Пришел Черед Петь Золотой Девушке. Когда Попросили Ее Спеть, Она Ответила, Я Петь Не Умею, А умею Сказки Сказывать. Дайте Мне Два Блюда, Одно Полное Жемчуга, Другое Пустое. Дали Ей Одно Блюдо, Полное Жемчуга, А другое Пустое. Взяла Золотая Девушка Одну Жемчужину И начала Говорить. Жил-был Царский Сын. И Положила Жемчужинку В пустое Блюдо. Сделал Он Красивый Источник Жемчужинка, Из Которого Текли Мед И Масло Жемчужинка. Так Рассказывала Она Свою Сказку. Царь И Царица Слушали, А девушка С каждым Словом Опускала По Жемчужине В пустое Блюдо. Когда Дошла До того, Как Цыганка Обманула Золотую Девушку, Уговорила Слезть С дерева, Удушила Ее И Бросила В колодец. Царице Сделалось Дурно, И Она Вышла. Царь Слушал Сказку До тех Пор, Пока Девушка Не Сказала. Сейчас Золотая Девушка Рассказывает Сказку Пряхом Царя Положила Последнюю Жемчужинку И Замолчала. Догадалась Царица, Что Золотая Девушка Пришла К Царевичу, Да И Он Понял, Что Привел Цыганку Вместо Нерожденной Девушки. На Утро Позвал Он Царицу, Снял С нее Царское Платье, Одел Опять В Лохмотье, Повесил Мешок На Плечо, Ударил Ее Разок Хворостиной И Прогнал Прочь. А Сам Женился На Золотой Девушке И Родились У них Три Мальчика И Две Девочки Красивые Как Золотые Яблочки. Вот И Сказке Конец. А Кто Слушал Молодец. Понравилось Видео? Подписывайся На Канал, Ставь Лайк, Пиши Комментарии Жми На Колокольчик. До встречи В новых Видео. Редактор субтитров Корректор А.